приветствую уважаемые пути режиссера эндрю браун и сегодня для вас приготовил вот это видео пред продакшен длился около двух дней в пред продакшен входил при визуал то есть мы делали видео непосредственно того что у нас получается в итоге в простых условиях беседа используя камеру слайдер и проигрывали движение монтировали между собой для того чтобы понимать будет ли это все скрепляться каким образом что нам понадобится по итогу снималась все это в студии на желтом фоне вот мы использовали его в качестве цикла рамы то есть мы его просто навесили и таким образом зависели прям по столу для того чтобы у нас было плавный градиент не было резких теней вот таким образом мы это все реализовали также поставили свет естественно свет мы использовали первую очередь большой рассеивающий softbox сверху вот который работал вот таким образом сюда и еще несколько вот так чтобы эту коробку от фона отсечь то есть у нас здесь теплые источники 2 м лукса светит сюда здесь большой не помню там китайский светильник в 200 ватт который был на студии непосредственно вот такая вот схема то что касается света использовали камеру это black magic pocket cinema 4к мы снимали в 4к 60 кадров в браве 31 компрессии то есть максимально сырое максимально наполненной информацией изображение для того чтобы потом все это красиво смонтировать а вот наезды проезды осуществляясь на слайдере это дешевый слайдер который еще покупал там в 2016 году вот и все это реализовалось таким образом прежде всего что нам понадобится это леска это основной инструмент для предметной фото и видео съемки используя леску вы можете подвешивать ваши предметы чтобы они крутились в воздухе без использования вашей руки открывать закрывать предметы переворачивать страницы подкидывать открытки что угодно вы можете делать с помощью этой лески потому что она абсолютно прозрачна практически идеально и ее мы убираем в автор эффекте с помощью программы точнее плагина ремувал и значит вот это мы будем закреплять с помощью чего правильно нам нужна будет иголка иголочкой мы проколем здесь определенные сегменты нашей коробки данном случае видите вот здесь четырехсторонняя объемная коробка которая должна открываться примерно вот таким образом на видео вот так видно мне смотрю в монитор видно вот она должна открываться вот так то есть раз два как это реализовать можно закрепить нашу леску примерно вот здесь здесь но это будет плохо потому что здесь присутствует градиент четкий цвета и когда вы будете убирать эту леску непосредственно в автор эффекте то это градиент этот будет уползать туда или обратно поэтому нам это не нужно я рекомендую устанавливать лески на однотонном фоне или же на однотонной стороне в данном случае два этих угла нам точно подойдут естественно по заги данной коробки не следует располагать какие-то четко ограненные предметы там под каким-то углом под вот таким прям на уровне лески чтобы все это потом можно было хорошо убрать безболезненно убрать в принципе можно все но безболезненно лучше использовать такой вариант вот лески по обе стороны данной коробки если мы это все поставим таким образом то мы сможем получить такую вот куклу вуду которая будет открываться вроде бы как самостоятельно очень важный элемент здесь это натяжение лески то есть ваша леска должна быть абсолютно точно натянута по всей амплитуде движения и при опускании или же падении вашего объекта в съемке она должна быть максимально натянута просто потому что плагин ему был в автор эффекте имеет две точки это верхняя и нижняя и он не имеет точек поворота то есть он не сгибается если у вас леска вот была прямо потом она об и согнулась то вот это убрать будет сложнее чем если это будет натянута постоянно в одном положении также не рекомендуется использовать двойное положение лески когда у вас как бы узел завязан в 2 получается у вас две лески в кадре они 1 таким образом вам придется использовать два раза этот плагин чистить это все очень будет не скажем просто поэтому это то что важно понимать значит раз мы открываем все у нас есть такой кадр если нам нужно поднять эту же коробку там допустим поставить таким образом мы сделаем отверстие примерно вот здесь и получим этот эффект то есть вы можете ее открыть при поднял если вы видели когда-нибудь как играются с куклами в кукольном домике то это примерно та же история вы ее можете поднять открыть закрыть все это делать ну максимально в реал тайме в вашей камере непосредственно на съемку да можно снять ее на зеленом или синем фоне закрепив на какую-то определенную платформу вот которая будет крутиться и такая у меня вот здесь есть мы ее будем разбирать еще в последующих видео поэтому потерпите вот от продается она на алиэкспресс и думаю все знают ее в это предметная предметный стол такой который крутится автоматически 360 и допустим если поставить ее на такой стол и прокрутить вот в реальном времени записать это то потом можно ее от кейте в принципе здесь не что угодно и она будет вылетать и поворачиваться и кружиться и так далее но открываться она не будет поэтому леска здесь нам точно будет в помощь что касается внутренности коробки в данном случае видите мы ее здесь раз потрошили слегка для того чтобы сюда в это вот дно ложить какие-то утяжелители нам нужен дополнительный вес чтобы при открывании коробка не скакала вот таким образом на том полотне на котором она будет установлена поэтому сюда нужно утяжелить или точно также когда мы поднимаем вверх тоже нужны утяжелить или то есть нижний низ должен быть крепче стабильнее для того чтобы ваше открывание или дергание руками не сказывалась ну вот как-то негативно в кадре это то что касается то есть леска иголка утяжелители естественно скотч естественно двойной скотч также может нам помочь если у нас здесь будут какие-то предметы скажем какие-то открытки которые нужно будет закрепить то лучше их между собой переклеить двойным скотчем и положить таким веером для того чтобы они мертво лежали в этой коробке они при любом вашем передвижении ее это все распадалось поэтому это тоже учитывайте если у вас какие-то мелкие объекты на вот элементы их можно прикреплять друг другу с помощью двойного скотча получать результат поэтапно и делаю так сначала монтирую черновой а затем основной согласовываем его и начинаем красить в довичи по монтажу хочу сказать что естественно мы с вами будем работать в бирави что является производительным и монтажным кодеком также я снимал в 4к 60 кадров в секунду и все это монтируется без тормозов premiere pro потому что это опять же монтажный кодек перри конвертации бирав прежде всего этот формат дает возможность менять практически все в нашем футаже без ухудшения качества как при 264 или 265 кодеке в этом меню мы можем поменять баланс белого верну светлые участки через highlight recovery изменить iso но тут замечу что в black magic пока 4k есть такое понятие как двойное нативное iso поэтому если работать с 1250 iso то переключиться на 100 не получится а можно лишь работать от значения что вы выставили и выше если вы допустим снимали изначально в 100 или в 400 iso то здесь вы сможете поставить только максимально тысяч но работая с двойными iso важно заметить что в первой половине от 100 до 1000 у вас 13 стопов динамического диапазона а с 1250 и дальше у вас 12 и так далее по уменьшению хочу замечать что black magic больше подходит для студийной съемки когда вы контролируете каждый источник света поэтому если вы ставите допустим iso 1250 то вы имеете 12 и 1 или 3 по моему стопа динамического диапазона что в принципе достаточно если вы опять же можете контролировать источники света но если вы поставите стоили 400 то вы увидите заметный шум который будет цветным и придется работать шумодавом поэтому я использовал 1250 это самая чистая картинка на black magic и хоть и с меньшим динамическим диапазоном конвертируем все через color space transform выбираем все как у меня на экране и вуаля что еще мы с вами имеем формате берав так это 12 бит цвета что абсолютно точно дает нам массу возможностей где разгуляться меня цвет кардинально без каких-либо артефактов его насыщенность яркость абсолютно как угодно ну почти если не учитывать что есть еще 16 битный рав но возможность есть и это радует здесь какой-то агрессивной коррекции нет мы немного маской выделяем объект и слегка его высветляем фон слегка затемня насыщенность и цвет правим тоже немного почему правим потому что на съемках у нас был один некачественный источник света который зеленил картинку потому что его серой слегка отличалась от остальных мы это поправили но я рекомендую естественно если у вас есть возможность снимать всегда с качественными источниками света далее мы выводим уже покрашенный материал в premiere pro с помощью вкладки delivery premiere xml здесь у нас индивидуальные клипы мы выставляем constance битрейт это значит что битрейт не будет меняться у нас и выведется с исходными значениями также мы естественно выставляем исходное разрешение и по факту своему получаем уже из бирава прорез и дальше с ним работаем на монтажном столе и сделаем графику в графика у нас здесь небольшая таре тушь которая будет сделана в автор эффекте с помощью плагина риму мы достаем этот плагин ложим на наш футаж и у нас есть две точки первая точка ставится здесь 2 вот здесь таким образом мы с помощью настроек убираем или делаем невидимую нашу леску естественно все это нужно будет при тречить по ключам то есть если ваша камера где-нибудь двигается или ваш предмет изменяет свое расстояние положения или поворот относительно камеры то мы все это будем с вами тречить по кадру и естественно получаем такой результат я думаю что если вы будете сталкиваться с подобными съемками уже сможете взять некоторые элементы для своих работ и получить удовлетворительные результаты но если вам понравилось данное видео обязательно вот такие штуки обязательно подпишитесь на канал поставьте колокольчик и поставьте внизу внизу обязательно комментарий оставьте комментарий это поможет продвижению канала видосов все будет наполняться все будет хорошо круто поэтому обязательно оставь комментарий расскажи своему другу подруге и снимайте крутые видосы. С вами был Андрю Браун, канал Путь Режиссера. До новых встреч!